Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня я расскажу о потрясающей возможности, как стать инвестором, начать зарабатывать деньги на рынке ценных бумаг, и при этом гарантированно, плюс к тому, ко всему, получить от 26% годовых гарантированного дохода. Плюс. Смотрите это до конца, и вы все поймете. Дело в том, что государство уже больше трех лет назад приняло постановление о введении так называемых индивидуальных инвестиционных счетов, ИИС. Это счета, которые предназначены для инвестиций и для того, чтобы стимулировать фондовый рынок, развитие фондового рынка, потому что у нас в стране очень мало вкладывают в акции, принято постановление, что доходы, которые люди получают от инвестиций через ИИС, освобождаются от НДФЛ. Это первый вариант. И второй вариант. Все средства, которые вложены в ИИС в размере до 400 тысяч рублей, можно оформить возврат НДФЛ. Вот здесь-то вот самое то. Смотрите. Ну, во-первых, что такое ИИС? ИИС это индивидуальный инвестиционный счет. Он отличается от обычного счета, как банковский обычный вклад от депозитного. То есть вы берете обязательство не снимать деньги в течение трех лет с ИИС. Вот. И они там работают, они там в ценных бумагах и так далее. Подробнее я об этом рассказываю в других видео. Ссылки вы можете увидеть вот там. Вот. Но. В чем суть? Смотрите. Либо освобождаются доходы от налога НДФЛ, ну, то есть 13% налог на доходы. Либо вы возвращаете тот налог, который вы платили в течение года календарного. Сейчас год заканчивается. Декабрь. И если вы до конца года пополняете счет на сумму до 400 тысяч рублей, то вы имеете возможность вернуть уплаченный вами налог 13%. Государство это гарантирует. И сейчас я расскажу, как это сделать. Смотрите. Вы открываете индивидуальный инвестиционный счет. Ну, скажем, модельный портфель. Вам приходит смс, значит, там сформировать модельный портфель. А модельный портфель, он в 2016 году рос на 30%, то есть инвестиции. В 2015 тоже на 30% или 35% даже было. В этом году еще итоги не подведены, но там тоже есть рост и неплохой. Мне кажется, там меньше, потому что там полгода был падение. Но сейчас падение сменилось бурным ростом и опять там все в плюсе. Вот, смотрите, то есть вы сделали инвестицию и уже с января следующего года вы имеете возможность подать декларацию на возврат НДФЛ. Декларация рассматривается налоговой в течение от 2 до 6 месяцев. Вот, мы уже подавали, у меня жена бухгалтер, мы оформляли возврат НДФЛ там на компенсацию, то, что мы заплатили за обучение детей, за лечение, значит, там зубы, все, это мы справочки собирали. Вот, мы подавали, у нас налоговая рассматривает 3 месяца. Вот, каждая налоговая по-своему, налоговая это все налоговые, у них там своя иерархия, свои правила. В нашей 3 месяца, спустя 3 месяца, нам на счет на банковский возвращаются деньги. От суммы 400 тысяч, 13% это 52 тысячи рублей возвращается. Понимаете? 52 тысячи рублей. Но на 400 тысяч мы ни учебы, ни лечения не делали, там у нас была меньше сумма. А здесь 400 тысяч, пожалуйста. Возврат НДФЛа, 52 тысячи возвращается. Что такое НДФЛ? НДФЛ это те деньги, налог на доходы физических лиц, которые уплачены государству в течение года. Ну, скажем, если ваша зарплата составляет, предположим, 40 тысяч рублей в месяц, официальная зарплата, оклад, то 40 тысяч умножаем на 12 месяцев это 480 тысяч рублей. И вы вполне имеете возможность вернуть 52 тысячи рублей на свой счет. Второй вариант, вы работаете в сетевой компании, и многие сетевики не платят налоги, они говорят, зачем платить? Заплатите налоги. То есть у вас есть возможность, вы заплатили налоги, вы чисты вообще, как стеклышко. Вы заплатили налоги, вы говорите, я получил там или получила 400 тысяч дохода вот в каком-нибудь Арифлейме или там Win-Win People. Вот, и я хочу заплатить 13 процентов. Вы заплатили 13 процентов, кладете 400 тысяч на индивидуальный инвестиционный счет. Деньги начинают работать, расти. В январе вы уже пишете государству бумажку, типа, а не хотите ли вернуть мне 52 тысячи из тех, что я заплатил? И государство говорит, ну, в общем-то, по документам все, да? И вернет. Я гарантирую, я отвечаю за свои слова, вернет по закону. Еще вариант, вы сдаете квартиру в аренду. Тоже все говорят, а там в черную, зачем платить? И вы прячетесь там, кто-то вдруг узнает, там штрафы какие-то положены. Заплатите. Если вы берете за арендную плату те же самые 40 тысяч рублей в качестве аренды, вы можете пойти и сказать, что вот у меня есть квартира, я ее сдаю, я получил 40 тысяч рублей. Дохода. Кладете 400 тысяч на индивидуальный инвестиционный счет, говорите государству, а верни-ка мне денежки. И оно возвращает. Заплати налоги и живи спокойно. То есть вы заплатили налоги, а потом их вернули. Но при этом вы чисты. Ну, это здорово. Теперь смотрите. Значит, от 2 до 6 месяцев у нас 3 месяца. Предположим, крайний вариант. Ваша налоговая такая вот 6 месяцев рассматривает. 6 месяцев. 6 месяцев это полгода. 13% за полгода. Это 26% годовых. 13% за 3 месяца получается, что вы получаете... Ну, там 13 умножаем на 4, получается сколько там? Больше 50% по-моему. Можете сами посчитать. 13 умножить на 4 сейчас не могу уметь. У меня с математикой плохо. Я по образованию математик, поэтому не умею считать цифры и не люблю. Вот. То есть смотрите. От 26% гарантированно вы получаете на свою инвестицию денег. И при этом модельный портфель 30% годовых по итогам предыдущих периодов. Что будет дальше, не гарантируется. Вот. Но они растут. Потому что это акции. Вы хотите гарантированные какие-то? Есть и такие возможности. Просто гарантируется, что не упадет. Во-первых, гарантируется государство. Например, вы можете купить ОФЗ. Облигации федерального займа. Сейчас в России один из лучших показателей по бюджетному дефициту в мире у России. В мире. Поэтому инвестиции в российские ОФЗ, облигации федерального займа, считаются самыми надежными в мире. Теперь далее. Вы знаете, что Россия находится под санкциями международными. Что это значит? А это значит, что доходность ОФЗ выше, чем в мире. Потому что деньги нужны. И это влияет на доходность. Доходность выше. Сейчас доходность, ну вот 7,4% это сразу. Причем эта доходность по ОФЗ не облагается НДФЛ. Потому что это государственные ценные бумаги, не корпоративные. Понимаете? То есть и там тоже нет НДФЛ. А если есть, например, вы заработали 400 тысяч, вам брокер предоставит. То есть если у вас просто модельный портфель, вложение в акции. Да, там есть НДФЛ, да. Но вы в следующем году вкладываете еще сумму в модельный портфель. и говорите, а верните-ка мне и вот этот НДФЛ. Ну, ребята, этим надо пользоваться. У вас времени осталось до конца года. Потому что итоги идут по итогам года. То есть вы налог платили, скажем, в январе, февраль, март, апрель. Сейчас вы кладете, сейчас кладете деньги на счет. И получаете возврат уже где-то, ну, в марте или в мае. Но вы получаете возврат тех денег, которые вы дали государству поддержать. Этим надо пользоваться. Каким образом? Каким образом идет возврат НДФЛ? Ну, даже не надо идти в налоговую. Вот в чем дело. Сейчас уже есть возможность оформить это онлайн. Смотрите, что нужно там в онлайне. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Просто ссылочка. Вот. Брокерский договор. Просто ссылочка. Заявление о присоединении. Это ваш брокерский счет. Копируете. Копия. Либо вы пишете в личном кабинете открытие брокер. И вам это заявление присылается просто. И посылаете это же туда. Присоединяется просто файл. Копия платежек банка о переводе. Ну, это надо сфотографировать. Ну, или выписку, значит, у банка попросить. И послать тоже туда. Значит, присоединить к этому заявлению 3 НДФЛ. Потом. Отчет брокера. Это вам предоставит брокер. В личном кабинете отчет брокера. Прошу предоставить. Он все сделает. Он в этом заинтересован. Справку. 2 НДФЛ. Собираете со всех работ, на которых вы работаете. То есть, может быть, вы на нескольких работах работаете. И там вы платите НДФЛ. Бухгалтерия. В бухгалтерию идете, дайте мне справку 2 НДФЛ. Бухгалтер любой знает, что такое 2 НДФЛ. Он не может не знать. Если вы получаете доход от брокера, 2 НДФЛ вам даст брокер. Если вы сами заплатили за съем квартиры, например, или в сетевой компании работаете, то когда вы платите, вы заполняете тоже 2 НДФЛ. Ну, без этого не бывает. То есть, вы в 2 НДФЛ пишите свои доходы, декларируете. Это 2 НДФЛ. Все. И дальше заполняете, ну, вот, сказать, вот там же на сайте вот эту декларацию 3 НДФЛ. 3 НДФЛ это на возврат. То есть, 2 НДФЛ это заплатите, а 3 НДФЛ вернуть. Вот, и вам через какое-то время, так сказать, там положено, так сказать, проводится камеральная проверка, все ли правильно. Государство не любит деньги отдавать. Оно со скрипом отдает, оно проводит проверку. Если у них положено 3 месяца, они, как правило, ровно 3 месяца не чешутся. Последние там 3-4 дня начинают чесаться, потому что если они вот этот срок пропустят, то у них будет штраф. То есть, они не колышутся до этого срока, а потом бах, значит, все равно деньги приходят. Точно совершенно. Ну, было уже у меня. Вот. И есть возможность вообще это сделать вот прямо сейчас бесплатно. Дело в том, что открытие брокера заключило договор такой с сайтом НДФЛ, с ресурсом НДФЛ.ру. Вот. И в НДФЛ, значит, ну, там специалисты помогают, во-первых, заполнить эту декларацию, подготовить все документы. Это стоит 1699 рублей. Либо, значит, вообще за вас все они подадут. Вообще все документы подготовят. Ну, то есть, ну, как бы вы им предоставите. Они все просто заполнят, вот 3 НДФЛ. И все. Ну, то есть, вы им дадите, конечно, номер своего счета и так далее. Вот. Так вот, предновогоднее предложение. Если вы до нового года открываете индивидуальный инвестиционный счет в открытии брокера и его пополняете, то вот эти 1699 рублей компания открытия брокера берет на себя. То есть, бесплатно вам НДФЛ подготовит все документы. Вот. Ну, что еще остается сказать? Как открыть модельный портфель? Но, вот, сейчас вы увидите там в описании ссылку. Ну, я думаю, что это будет топ-линк. И там будет кнопочка «Как открыть модельный портфель». Или просто модельный портфель. Нажмете на нее, там будет видео и там соответствующая кнопочка тоже. Вот. Вы заполните свои данные и с вами обязательно свяжутся либо я, либо, значит, ну, там будут координаты, с кем связаться. Точно совершенно. И вы сможете открыть модельный портфель, быстренько пополнить вот этот брокерский счет и получить свои денежки гарантированно назад от 26% годовых. Поэтому я призываю вас сделать это прямо сейчас. Нажать на ссылочку «Модельный портфель». Там тоже будет кнопочка. Заполняете все поля, которые нужны и получаем денежки. Ребята, нажмите это, сделайте прямо сейчас. И до встречи. И еще подпишитесь на мой канал, потому что дальше я еще расскажу массу интересного. Потому что есть структурные продукты. Это гарантированное вложение в ценные бумаги. Есть их много. То есть гарантия. То есть ваши деньги точно. То есть многие говорят, что блин, это вообще ненадежно. Это может пролететь. Нельзя пролететь. 100% вы не пролетите. Ну, либо вы, значит, там есть, можно регулировать степень риска. Там не больше 10%. Но выигрыш, извините, 30-40% годовых. Посмотрите в банке. 6% годовых. 30% годовых. Вы понимаете, что это разница существенная? Моя дочь 2 года назад вложила в индивидуальный инициационный счет, модельный, портфель 400 тысяч рублей. Через год у нее было 520 или 540 тысяч рублей. 400 тысяч вложила. Через год 540 тысяч. Сейчас у нее еще календарный год не закончился. Она вложила 19 января. Я, так сказать, дам отчет. Но уже за 600 тысяч перевалила сумма. И плюс возврат НДФЛ. Ну, ребята, этим надо пользоваться. Вот, поэтому, значит, переходите. И все. И будут еще, значит, видео про доверительное управление. Будет видео про структурные продукты. Там конкретно акции Apple можно купить. Apple. iPhone, знаете, да? Apple. Можно купить. Акции Walt Disney можно купить. И там тоже будет и предновогоднее какое-то предложение будет. Поэтому подпишитесь на мой канал. И переходите по ссылке модельный портфель. Это вот правда стоит того. До встречи. С вами был Демитков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok